Аликсандр Шадрин С самого детства я знал, что я буду художником Поэтому куда поступать, в какой институт Не было проблем, выбора Я сразу пошел в художественный институт учить Учился на отделении современной живописи в университете То есть там было две кафедры, академическая и современная Я учился на современной Мой учебник был в художественном стиле Там мы много экспериментировали в разных направлениях Но в конце концов после окончания я поступил в академию И уже дальше продолжал учиться на академической живописи То есть русской школы живописи Университет в университет в университете Для меня искусство, оно никогда не было профессией. То есть я не ставил для себя цель стать профессиональным художником. Я сделал искусство для себя как путь духовного развития. Это способ познания самого себя, своего внутреннего мира. Это когда ты не приспосабливаешься к рынку, не следуешь каким-то модным веяниям. Направлением, а погружен самого себя, исследование собственного я. Для меня это важно, чтобы не следить на сегодняшний или сезонных трендах, а в то же время, чтобы не слушать мою, мою сердце, мою и духу, и создавать санаты. Основной принцип, задача, чтобы каждая следующая картина была еще совершенней и еще лучше, чем предыдущая. И такой путь неизбежно тебе приведет к мастерству. То есть это получается как способ медитации связи с космическим потоком. Чтобы придумать картину, надо визуализировать. То есть в любой духовной практике, в любой духовной практике это визуализация на какой-то объект. Отключаются мысли, мысль и визуализация на какой-то форме образа. И тут неизбежно приходишь к пониманию, что ты настраиваешься или на добро и счастье, или на какие-то отрицательные эмоции. Я для себя выбрал счастье, свет и положительный позитивный поток. Положительный позитивный поток. И получается, что картина, как конечный результат, это такая формула счастья, красоты и позитивной эмоции. Все. Давай дальше. Еще очень долго. Как сказать-то? Моё искусство – это счастье, посланное в мир людям. Моё искусство – это счастье с другими людьми. Моё искусство – это счастье с другими людьми. Национальные культуры – это как драгоценные камни в жерелье. Их столько много, они такие разные и они меня вдохновляют на творчество. И национальные культуры – они черпают свою энергию из самой земли. Поэтому это мощно и навсегда. Бутюн геленекцель культурлэри, кэфетлэри, данслэри, онлар юзъылларда гелештэрммиш, онлар ана топрактан, ана ватандан гюч алуюрлар, илхам алуюрлар. То есть в современной тенденции развития человечества получается, что такая попытка засеять лук газоном и подстричь его. А мне интересен газон, не газон, а лук с разными-разными цветами, чтобы можно было любоваться каждым по отдельности. Теперь я буду оформлять и мерзаем, что в жерать в городе, в пилочек со зеленых отцов, он Koотчик из зеленых, все как и они кажутся. Я подобные циеки, вся прежняя данные, все как и разными, все я люблю подобные цветы и все они как и все. Ну и, конечно, хочется в завершение сказать, что у нас великолепное художественное образование, и если у тебя есть желание стать мастером, то у нас есть возможность этому научиться. У нас огромный пласт мастерства мастеров, которые жили до нас. И, видя это, тебе просто стыдно делать плохо. Руси, у нас есть очень сильный пилот учебный. И если человек, у нас есть возможность, если у вас есть желание, если у вас есть желание, то у нас есть желание. Потому что, все, что мы уже живем, которые живут от наших художественных художественных книг, мы не видим это еще плохие. Я померз. Мемкюн дейль. Продолжай. Еще есть время. Все. Еще есть время. Еще 10 минут. Я вроде все сказал. Мне больше нечего. Вот можно картины посмотреть. Все мастерство на картинках. Давай еще что-нибудь. А, ну что, что еще очень приятно находиться здесь. И особенно... Как называется музей, в котором мы были? Археологически. Мы были в историко-археологическом музее. Оттуда просто не хочется уходить. То есть это такое место, где рождались все цивилизации. И это просто потрясающе. С такой огромной исторической базой. И нам очень приятно находиться здесь и участвовать вот в этом мероприи. Артанкарда Катылмактан чок мемнуном. Все. Все. Спасибо большое. Вопрос. Вопрос. Сорулар варса. Джава перебелились. Только маслом? Скажите, вы используете только масляную технику или также акварель? И если только да, только масляную, то с чем это связано? Связано ли это с вашим внутренним состоянием или с вашим видением? Спасибо. Садыце ялы бояма куланıyorsunuz? Башка бир бисей куланую мусунуз? Ве нэдэн? Я могу пользоваться всеми материалами. Вообще художник, профессия художник. Художник это тот человек, который из недостатка материала превращает его достоинство. Бен хер техник ве хер боя куланабилерим. Но масляная краска, она ближе мне по психотипу, по состоянию моей души. То есть это очень естественно. Я вот вчера написал картину за три часа. Вы можете посмотреть там вид ночного Стамбула. То есть мастерство, как краска ложится. Как если бы я каким-то другим материалом пользовался, то бы это было бы совсем по-другому. Ялы боя, benim руху, мою ма, мою ма, мою характеру ма, мою карактеру ма дага ягн. Олдуючинь, бен садыце онлga целишуўурум. Чинку о енержиси, içимдеки енержиси онлга дага яйг гостывалюрум. Дюн, месэля, воркшопта, 3 сааттэ бир гэце манзарасы, Я сделал стебель по-английски. И я очень легко работал над мной. Сомать мне сказать, что в общем, Красивый образователь надо узор, возможно, выяснили на улице, когда обычный воздушеный, наверное, из-за ориенований в городе, обусловно, обусловленные плавники, обусловные плавники. Для этого не следует? Дыши обусловлений, раски, предъявляется, или любопытные плавники? У вас, как для людей, которые более незнатно. Вообще, обычно, из-за ориенований более узор. Обратили внимание, что лицо, руки, ты пишешь очень реалистично, а все, что цветы, там, все, что от животного, природа, все очень так импрессионистично. Почему? У меня на картинах запечатлена эмоция, а это такая ювелирная, точная, ну, то есть, чтобы передать эмоцию, вот так ее не сделаешь, понимаете, поэтому и проработка такая точная. Ну, но в листьях нормально это эмоция, в листьях это эмоция, в цветах? Нет, я имею в виду лица, эмоции лица. Но, чтобы выглядеть, я думаю для меня, я передаю эмоцию, эмоции, с поступками для этого, крайне с помощью защиты альтернативы, Поэтому я это более детально описываю и показываю. Но в чайке, в ябре, в куше, в ябре, в ябре эту тему, я могу рассказать о том, что я могу показать. Что еще? Все? Продолжение следует... 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 писать черный цвет он убивает то есть в нем нету ничего это как бы конечный результат но черные уже в конце концов смешение всего и это уже чисто профессионально это когда в институте учишься то есть лучше писать тремя основными красками и самому из них получать результат то есть видеть какие вот но это чисто технические как бы это уже просто но мастерство то есть как бы объяснить его вот так невозможно это надо нарабатывать то есть как бы сша чем-то аннатиджам с ордой-сору о табло нон рейнг гармонии с и бука дар гармонии и чиндей опиосы нус рейнглер насылся и чёрсон месаля дюн гэце 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 деки истамбул чизме карар вердин из не горе боя сечетин из не горе ринк сечетин из аудио тамамин тэцрюбе тэцрюбе в профессионалик бу заман ла гэлен бир шэй о бэлли бэждэки ката аннаталмаз а уриталмаз тэцрюбе это когда количество переходит в качество чок чалышарак артык колители донущер тысячу картин две тысячи картин и потом уже а ты знаешь сколько у тебя всего картин сколько всего картин Но когда лет десять назад было две с половиной тысячи, я перестал считать. Спасибо. Продолжение следует. Как ты нашел свой стиль, как ты его разработал, откуда ты берешь мотивацию для творчества и что ты нам можешь посоветовать как молодым художникам, чтобы как нам найти свой собственный стиль? Так, сейчас. Я 8 лет был таким оголтелым авангардистом, пробовав все, что угодно вообще. То есть я даже складывал скульптуры на помойке из выкинутых вещей. То есть мне казалось, что можно этот мир преобразовать в красоту. То есть люди старую мебель выкидывают, а из нее можно создать скульптуры. Но мне быстро надоело, потому что там антисанитарии. Потом еще что-то. Еще. То есть через эксперименты, эксперименты, эксперименты. Но и понятно, что без академического образования это очень тяжело сделать. То есть я очень много копировал. У нас потрясающая реалистическая школа. Я перекопировал всех наших художников русских. И когда копируешь еще, тоже для развития, надо ставить перед собой цель сделать лучше, чем там. Чтобы мозг не спал. То есть не механически срисовывать, а попытаться сделать лучше, чем там. И оно приведет все равно. Академия годов, генщина, 8 лет, я не в rêvé не по-другому ни по-другому. Я не в безумие, абстракт работал, реализм работал. Я я не本当に безумие, работал. Я делал. 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 Потом я понял, что академик альтопа в анониме. И я делал классический рисунок, репликасы, я начинал. Я в таблое, или в таблое, или в таблое, например, в таблое, о чем-то известным Айвазовский, Рейпин, я делал их, я делал их копию. Потому что вы делаете во время того, чтобы было учиться, Потому что если вы выбрали любую форму, то это может быть академик. И после того, как вы выбрали любую форму и стилу. Совершенно вероятно. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. У меня нет вопроса. Я хотела просто выразить огромную благодарность, потому что такое близкое общение и знакомство и демонстрация процесса, она не только важна для зрителей, которые приходят посмотреть, но и для тех, кто в процессе становления как художник и может так много получить, взять и научиться. Спасибо большое. Спасибо. Просто спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Здесь есть место. Нет? Господи. Господи. Что ты думаешь о Турецком языке? – Вообще очень интересно. Есть очень интересные художники, но мне кажется, что не хватает именно базового, мощного школы академического искусства. То есть как базы. Как вот школа математики, школа физики, то есть академическое искусство, она тоже школа, база. Вот. У нас художественное образование начинается вот с малолетства, и оно бесплатное. То есть мы рисуем в школе, потом художественное училище, художественный институт, академия художеств и плюс аспирантура академии художеств. У нас такое профессиональное образование заканчивается к 40 годам только. То есть очень базовое, мощное образование. Если есть желание научиться, то у нас можно этому учиться. Это все бесплатно. В России, когда мы учимся в2020 году, мы учим. Мы учим, что учимся в этом году и мы учимся в школе, в футболе, в лестнице, в школе, в университете, академике. Мы смотрим в школе, в школе клево, в школе, в школе, в университете, академике. То есть еще дальше уже по жизни можно друг другу учить. Спасибо. 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 Продолжение следует. 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 Да, 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 да. Очень впечатлили твои картины, прям вот так вдохновляют, так прям радуют. Есть ли у тебя какие-то предпочтения, вот, например, твой любимый цвет, твоя любимая гамма? Есть такой тест Люшера по цвету, то есть вот у тебя настроение, ну, есть сочетание цветов. А когда много работаешь в разном колорите, и получается, что ты постоянно себя прорабатываешь психологически, и не получается психологического застоя внутри. То есть можешь это объяснить? То есть вот хочется работать через красное, ты пишешь в красном колорите, и уже не хочется, хочется работать в белом, сдержанном, потом в темном, потом в желтом. То есть постоянно циркуляция энергии происходит. А предпочтение это как остановка движения. И ты, ну, останавливаешься на чем-то и погружаешься в такое состояние, ну, можно в стресс уйти или еще во что-то. А так постоянно проработка, то есть постоянно движение. Поэтому, как по-парику, в поясн They are с нами, мне-то, она взаимопадает, что очень важно. Для того, какcte это для вас, мы сочетанием на самооценке, то есть совершенно умные и поцелки, то есть, конечно, Irma, что-то еще раз, ну, я делаю в тему, ноутбук, я занимаюсь, потому что, от этого все остальное, и я делаю в тему, и я делаю другим терапию. И я работаю в том, что я работаю в том, что у меня есть трансформатор. Потом я использую другую табло, и я использую другую табло. И я использую другую табло. Энергию продолжаю. Энергию не блокироваться. Но я использую терапию и медицинскую табло. Я не знаю. Я не знаю. Я использую терапию и медицинская табло. А теперь это что-то неудачно. И есть ли учителя в табло, и для тех, и медицинских, и медицинских, и медицинских, и медицинских? Оношение меняет в том, что для этих людей больше, чем это я. Действительно, мы все это видим. Что ты можешь нам посоветовать в такой ситуации, чтобы ты нам посоветовал за какими-то следить художниками, течениями, еще что-то? Копировать мастеров. То есть единственное, как раньше учили мастера возрождения. То есть ученики копировали мастера своего. То есть в музее хорошая репродукция и копировать. Но с такой, что это именно так должно быть или еще лучше? То есть не так. И все. Леонардо ученики так учили. Рафаэлли ученики так учили. Сейчас мы в музее идем, чтобы копировать мастера своего. Мы в академии учили так учили. Это очень важный образ. И копировать именно классическое искусство, а не тех уже кто нашел себя и выразил. Вот как копировать Ван Гога нет смысла. Там ничего не научишься. Лучше копировать Рафаэля. Не искать себя внутри. Ван Гогу. 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 А звуки природы, они естественные и вводят тебя уже в свой собственный мир. А звуки, музыка, 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 музыка. Затан он у нас в мире. Мне ищет мир. Поэтому я выбираю звуки, звуки. Спасибо. Спасибо за субтитры, за субтитры. Это очень важно. Спасибо большое.